Вот зачем продажников надо два раза в день собирать. Вдохновлять, заряжать. Что такое настрой? Позитивный настрой перед продажами. Знаете, сколько тренингов продаж привела? Все, что надо человеку. Настрой это то, что ты сам выбираешь и настраиваешь. Все. Утром встал, хочу быть счастливым. Я есть там, не знаю, что придумаешь для себя. Человек, который, не знаю, солнце. Вот я сегодня буду человеком солнца. Знаете, вот лампочки, включаешься и все. Тогда ты заряжаешь с собой людей. Тогда она такая думает, начнет фитнес ходить, еще что-то, понимаешь. Женщины это вообще, это манипуляции просто постоянные. Можно, спасибо. Ну, то есть это тоже важно, да. Особенно, знаешь, когда там сбоим, ты внутри там самореализации, а пирамида у тебя перевернутая. Ну, как бы там-то много, а тут мало. И очень часто любые семейные ссоры, я потерявшая две свои семьи, могу точно это сказать, ну, это просто трудоголик. Знаете, ненормальный, в этом смысле. Я могу точно сказать, что все разбивается на количество времени и внимания, которое уделяешь. И второе, это то, что денег, ну, как бы, не приносишь. И еще вот этот дисбаланс. Ну, я просто, видите, женщина, которая выполняет мужские функции, ну, какой мужчина самосилится? Это тяжело. У нас это вот в какой-то момент времени начинает переизменить. Вот изменение родей. И когда сам себя начинаешь внутри по-другому перенастраивать, все встает на себе места, само собой. То есть ты просто вот уделяешь чуть больше времени. Рассказываешь, чем ты занимаешься. Причем рассказываешь так, чтобы она тебя уважала, гордилась за тобой. У нее будет о чем рассказать подругу на работе. А мой-то вчера подарил мне вот это. Не знаю. Это заработанное, должен только. Да? Я такая, знаете, это... Женщина вообще себя ценит только тем, какой генерал рядом с ней берется. Москва, слезам не верить, не зря была для советских жительниц. Вообще наоборот. Судьба солдата будет у генерала, у меня, но у него, в общем-то, а женщина берется. Я тебе и говорю, это женский шаминизм. Кем бы ты был, знаешь? Нет, 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 на самом деле, действительно, это так. Потому что от того, как она поддержит, что она будет говорить, будет ли она там, там, сдавать вопросы, интересоваться, или будет она его, там, гнолить, что-нибудь. Будет у него плечи широкие, или сутулые. Это, да, это очень важно. Вообще, бизнес, это правда, это часть нашей жизни. Я вот это Славку спрашиваю, там, Семенчука. О, вот она, кстати, как раз. Вот она, картинка. Вот она, картинка. Да, вот она, картинка. Это все ситуативно. Вот у тебя пирамида перевернулась, накранилась в другую сторону. Знаешь, раз у тебя перебило. Где-то прибыло, где-то упало. Получается, что ты самореализуешься, у тебя энергия-то там. А стоишь, что ты на одной ножке. Понимаешь? Неустойчиво. Все. Это ведь наша ответственность сделать так, чтобы бабосы-то регулярно шли. Опять же, вот это я тоже всем говорю. Вот консалтинг, проблема. Это когда ты в роли и предпринимателя продаешь, и производителя, и инвестора, потому что деньги в консалтинге чаще приходят позже. Ну, такие-то, что можно было из себя вывезти из активов. Ну, вот эта проблема в консалтинге заключается в том, что ты не можешь сбалансировать. У тебя получается, что ты очень часто сам во всех этих ролях, вообще, и людей-то компетентных, как ты рядом, особенно, и нет. Это вообще вот наша такая поняточка. Уметь научаться делегировать. Кому-то надо, знаешь, вот это, разойтись несколько раз, сойтись, кстати, потом. Кому-то надо просто понять, что, ну, вот, элементарно не хватает времени на личную жизнь, например. Какие-то вещи у нас есть. Это, кстати, комиссо целостности. Это один из инструментов коучинга всегда. Человека спрашивают просто, какие сферы жизни для него важны. Она меняется же постоянно. Да, поэтому она и состав этих критериев меняется, и оценка меняется. Вроде бы и способность. Я спрашиваю сразу у одного человека, а потом у второго, кто с ним живет, потому что они будут совершенно крадинально отличаться. Почему? Ипотека может быть ими. Я не проеду. Это то, что думаешь ты, оно будет отличаться от того, что думают про тебя. Ну, еще, кстати, это тоже инструмент, например, оценки в командах, в коллективах. Это тоже инструмент консалтинга. Например, насколько комфортно нам работает друг с другом, чего нам не хватает. Это уже, конечно, другой уровень. Когда мы начинаем, когда мы стартаперы. Вот для меня важно, чтобы вы сохраняли именно вот эту вот внутреннюю энергию. Ее важны. Потому что если в тебе нет, ты ничего отдать-то не можешь. Вот это вот важно. И это постоянная вот такая вот движуха. Почему самореализация самая сильная мотиватор? Реально самый сильный мотиватор. У тебя может не быть здесь, например, достаточно денег, но ты веришь. И ты это делаешь, ты это прешь. И люди это видят. Как только ты сам перестал верить в то, что ты делал, видно будет вообще сразу. И у тебя энергия поменяется. У тебя будет все время там как-то колбасить. Поэтому очень важно понимать, что человек вот он цельный. Это, знаешь, вот надо как-то стремиться к колесу. Колесо, которое вот так вот кривое, оно так кривое будет все время ехать. И все время думаешь, да вот делай мы, делай мы, делай мы. А все продажные нету и нету. А иногда просто замечаешь, боишься продавать. Это так нравится исследовать, исследовать. Мне это. Это, кстати, головная боль маркетологов-сайлот. Две большие разницы. Ну, или с производством, наоборот. Да. Улегся производством, да, все нормально, а по продаже что-то как-то вот откладывается. Конечно. Все послание тебе растет. Конечно. Более того, это же для тебя, это же, извини меня. Вот для тебя это сейчас челлендж. Ты должен для себя поставить. Коммуникация, настрой там с утра и так далее. Лечевые модули, какие слова хорошо работают. Тебе самому это надо пройти, чтобы потом делегировать. Нельзя делегировать то, что ты не знаешь. И какой результат, и как это сделать. Сколько времени он займет. Это тоже очень важно. Что еще тут хочу сказать. Ну, очевидно, человек неплохо зарабатывает. У него очень много работы. А, ну, видите, на скучной работе. Ну, вот, собственно говоря, вот так-то по темам, которые мы с вами обозначили. Давайте у нас все время поотвечать. Там, покурить, видеть, попить, что вам нужно. У нас еще снимут там 40-45. Можно в индивидуально поотвечать по вопросам. Подумайте, что вам хочется еще добавить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.